Вот буквально недавно рассказывал историю. Говорю, значит, ребятам одним. В Лондоне, в моих краях, парень был, который в футбол играл. Любил футбол. Днём, в воскресенье мяч погонять, отец запрещал. Сынок, не играй. Не играй в футбол. Ногу сломаешь ещё что-нибудь, не играй в футбол. А он отца не слушал. Втихаря, в воскресенье, шёл играть в футбол. И однажды, как получилось. Один из его друзей так сильно пнул по мячу. Очень сильно. Мяч ему прилетел прямо в ухо. И лопнула барабанная перепонка. Кровь пошла из уха у него. В итоге вызвали скорую. В больницу отвезли. В больницу у него и спрашивают, мол, что случилось? Как так вышло? Ну, там. Короче, так получилось. Почувствовал, что кто-то меня толкнул. Его слушают, говорят, мол, ну, должно же было быть что-то. Не просто же так. А он им не говорит. Он же знает, что если отец узнает, он ему курбан устроит. Просто с ним сделает курбан. Вот он ничего и не говорит. Отец в больницу приходит, мол, эй. Что случилось? Ну, тот-то знает. Скажи футбол и все, конец. Он из него кебаб сделает. И он говорит, ну, так вот получилось. В общем, кто-то толкнул. Отец такой думает, ну, как так? Как так вышло, что кто-то его толкнул? И такое. Такое сильное повреждение уха. И в итоге отец пошел к местному шейху. Отвел его к нему. А это шарлатан оказался. И много таких. Парня привели. Тот его такой, значит, осматривает и говорит. Мистер Абдул, есть проблема. Проблема в том, что на вашего сына напал джин. И чтоб джина изгнать, мне нужен аванс 2000 фунтов. Заплатите, тогда я его изгоню. И там может быть не один джин, а два или даже три. Это уже потом выясним. Или вот еще. Реальная история в Англии была. Сестра одна говорит. Шейх. Я тут сходила к шейху. У вас это Дукум называется. Значит, я сходила к шейху. Ну, типа, который в духовном плане лечит. Джинов там изгоняет. Он сказал, во мне 996 джинов. 996 джинов во мне, говорит. Шейх говорит, что ему удалось изгнать 993 из них. И осталось теперь всего три. Я такой думаю, дурочка. Дуреха. Ты что, видела, что ли, как они друг за другом выходят? Первый, второй, третий, четвертый. С ума сойти. В итоге приходит к этому шейху в кавычках. Он говорит, вчера я изгнал 993 джина. Но некоторые не захотели выходить. Засеяли внутри. Да вы о чем вообще? Глупцы, что ли? Ходят к нему, ходят. Снова и снова. Как же это так получилось, что он 993 джина изгнал? А трое, значит, осталось, да? Ну вот, значит. Этот парень из моих краев сразу позвонил родственнику. Дядя у своего позвал, говорит, дядя, пожалуйста, спаси меня. Че говорит? Дядя говорит. Мой отец пошел к шейху. И тот ему сказал, что во мне джин. Я даже не представляю, что он со мной делать собрался. А эти псевдо-шейхи сжигают какие-то вещи, бьют пациентов, типа джинов выбивают, луком мажут человека, маслом каким-то, насекомые какие-то, еще не знаю что. А некоторые еще дальше заходят. Причисто, Аллах, я вот слышал о таком случае. Субханаллах. В Пакистане, парень, а то не только к местным же шейхам ходят, еще к интернациональным. По интернету находят. По телевизору на каналах рекламируют их. Вот таких вот. Псевдо-шейхов, целителей всяких. Субханаллах, вы рекламу видели такую? Такие огромные плакаты, нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. Типа, если у вас рак, если у вас диабет, если повышенное кровяное давление, еще что-то там, что бы у вас ни было, мы это вылечим. О боже! Если ты настолько хорош, скажи мне, вот если ты в Пакистане, если ты так хорош, если ты можешь вылечить рак, вот давайте на чистоту. Если ты так хорош, у тебя будет лучшая работа в мире. Просто-напросто. Все больницы в мире, множество лабораторий, исследовательских центров, каждый день ищут лекарства от рака. Так или нет? Сегодня удается частично бороться с раком, но все равно не до конца. До конца не получается. Не могут. И вот ты, парень, с этих больших рекламных счетов, че же не пойдешь в больницу Исламабада? Или больницу города Равалпинди? Скажи, вот он я. Я изгонятель джинов. Я изгонятель рака. Я изгоняю... Всякое разное. Что только не изгоняю. Че ж так не сделаешь? Работу же получишь, если ты на самом деле хорошо лечишь. К тебе вся Индия, весь Бангладеш, вся Южная Африка обращаться будет за лечением. Предложение работы к тебе в очередь выстроится. Как так можно делать? Какие глупые люди. Верят в такое вот. Мол, боли всякие лечит человек. Вот все проблемы прям он решает. Как таким глупым можно быть? Ну и вот, значит, парень этот. Говорит, дядя, пожалуйста, приезжай, выручай. Мол, спасай ситуацию. Он знал, что его племянник играет в футбол. И вот смотрите, да. Ему мечом в ухо дали, а этот говорит, что у него джинны, да? Субтитры сделал DimaTorzok